ребят всем привет привет сегодня мы посетим самый крупный мебельный центр в азии мы сегодня едем город фашань да у нас там небольшие дела нужно проверить товар мебель ребята из россии буквально недавно сделали ремонт если вы смотрите я наши друзья да им нужно обставить квартиру и машин мы нашли ребят которые занимаются мебельными вот этими турами общем и так далее подборка мебели и сегодня мы едем к ним в офис и кстати мы сегодня напросились посмотреть производство они нам пообещали показать производство заодно посмотрим качество товара все посмотрим все проверим и посетим производство плюс я думаю что еще наверно походим цены на посмотрим я думаю вам будет интересно все ребят мы приехали на производство мебели эта фабрика потери как она выглядит сегодня с нами тонн цена лена которая компания прайд предоставила нам она помогала нам и нашим друзьям выборе мебели в оправлении заказы и так далее ну чё пойдемте покажите здесь получается производство и все выше и выше все нам покажете будем вас людям мучить вопросами мы находимся на втором этаже здесь ребята идет распил и я так понимаю эта фабрика работает только с массивом до обойдите посмотрим я просто смотрю у них прям все из массива допустим вот смотрите фасады делает я кстати стоял на таком станке я же работал я тоже на мебели работал кстати кухне мы делали вот такой примерно станок был пока он был итальянский чуть получше это как прям какой-то прямо самоделкин так решили на третий этаж там получать здесь у нас посады отлеживаются потому что это натуральное дерево это время таким форму там посады полируются и до добавляют уже мастерами пойдем пойдем полировку посмотрим здесь очень пыльно здесь надо прям в масках ходить но что не сделаешь ради искусства мы с вами посмотрим будет смотреть это за полировка на этом этаже смотрите тоже распиловка я хотел примерно на таком же станке работал вот здесь скорее всего какой-то сформирован заказ да судя по этой бумаге да и то что она делена и я так понимаю можно вот такую сложную да изготовить да и можно что-то индивидуальное сделать так сейчас на четвертом этаже а на четвертом этаже что здесь у нас полностью идёт этаж где красят фасады чуть дальше их сушат собственно выкладывают вот такие и здесь они сохнут так ну посмотрите вот здесь вот уже готовый заказ лежит и посмотрите вот он уже покрашены здесь вся прям вот текстура да станок ну-ка расскажи там что ты там рассказывал мне я не смогу так передать так для начала на фасад полностью наносится белая краска после того как она высыхает станком наносится в прошилке дерево вот сюда вот наносится дополнительно темная краска или краска с базовода это уже зависимости от того как заказал клиент собственно и рисовывается текстура дерева понятно а ну все понял то есть они как бы выделяют именно текстуру дерева я понял прикольно смотрится я кстати не знал как это все делает интересно что-то тоже делают мелкая наждачика дошлифовывает шлифовывает 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 есть как раз подчеркивает вот эти прожилы да но текстура дерева подчеркивает наносит такую что здесь наносят какую-то специальную на针� в Rock намоين цель белый цвет и прожилки вот они оставились, и они сейчас наносят какую-то специальную краску какую-то, и она как раз забивает именно эти прожилы, и получается вот та красота, которую мы видели. Вообщем, мне тут объяснили, здесь происходит промывка именно фасадов после покраски. Видимо, ставится здесь фасад и промывается. Так, ребята, здесь, в общем, я так понял, красят, наносят именно вот эту всю красоту. Здесь, видимо, наносят по золоту. Здесь происходит именно покраска, судя по количеству краски. И мы поднялись на пятый этаж, здесь уже происходит, так понимаю, сборка, формируются заказы, и, кстати, заказ здесь наш, сейчас посмотрим. На пятом этаже у нас, да, происходит сборка для последующей инспекции, собственно, проверки товара, и, если претензий никаких у клиентов нет, фабрика начинает уже упаковываться, соответственно. Ага. Проверка происходит следующим образом. Имеется чертеж каждой кухни, подробный, как и ждет им клиента. Полностью замеряются все размеры, замеряются с чертежом. Внутренние и наружные, да? Угу, ясно. То есть, получается, когда они выпиливают, когда все собирают, они тебе делают занодки, приезжаешь и начинаешь уже все проверку, да? Да. Мне прям понравится, как они их упаковывают. Они хорошо так все это дело заматывают, смотрите. То есть, каждый фасад и между ними еще проложка кладет такую, смотрите. Вот здесь вот эта кухня. Здесь, видимо, фасады еще не подъехали, может быть, красится или еще что-то. Снизу это все должно подъехать. В принципе, удобно. В сегодняшнем здании находится. Такая кухня обошлась в 88 тысяч юаней. С доставкой это обойдется меньше миллиона рублей. А в России, когда они просили сделать расчет стоимости, им рассчитали полтора миллиона, больше полтора миллиона. То есть, разницу чувствуете, да? А по срокам? Хотелось бы узнать, сколько будет по срокам доставка, исполнение заказа и так далее. Среди срок производства составляет 30-35 дней. Срок доставки у нас уходит 40-45 дней до Москвы. Все, ребята, мы посмотрели фабрику, вот вышли. Я думаю, что все производство мы вам показали. Распиловка, сборка, покраска, упаковка. То есть, все процессы здесь происходят, я думаю, что мы вам передали их. И отсюда же осуществляется отправка по всему миру. И все, сейчас мы, наверное, поедем в Фашань. Я думаю, что будет рынок, цены. Мы приехали в Фашань и сейчас походим по торговым центрам. Посмотрим, это что получается? Диваны, да? Это мебель для зала. Мебель для гостиной. Для гостиной. И Алёна согласилась нас поводить. В общем, покажет нам, да, она, в общем, говорит по-китайски. Поговорит, в общем, цены поспрашивает. Может быть, что-нибудь расскажет. То есть, она как-то больше в этом разбирается. В общем, мы просто походим по глазе. Да, она вообще, по-моему, специалист в этом неплохое. Я смотрю, ты присмотрела, да? Я не знаю, но это же какая-то милота просто. О, ничего, она тяжелая. Ну да, она металлическая. Ну, она подается, я так понимаю. О, цена есть 471 евро. Посмотрите, здесь снимать даже нельзя. И Алёна договорилась, в общем, нам разрешили поснимать. Да, Алёна? Да. Ты у него спрашивала разрешение? Здесь у нас именно в этом шоуруме собрана новая коллекция. Итальянский дизайнер Франческо. Опа, Франческо. Это новинка, да? Да, модели диванов. Как шикарно здесь так выглядит все. Здесь, на самом деле, итальянская кожа. Можно потрогать, какая она очень мягкая. О, блядная. Сеть можно попробовать? Конечно. У нас здесь можно садиться, лежать, открывать. Я хочу почувствовать эти 18 сколько? 18 тысяч. 18 тысяч. Я выгляжу как Франческо Каково. Франческо. Так, это кто? Это тот же самый дизайнер. Сама я видела, собственно, из массива красного дерева. Стоимость кровати не входит в матрас. Ага, ага. И не входит, собственно, упустимый. Подуш. Данный комплект, кровать, две тумбочки, туалетный столик и пуфик стоят 4 тысячи долларов. Давай зайдем, наверное, посмотрим здесь. Вот сколько, допустим, эта кухонная группа будет стоить? Такие студия флагера. Да. Да. Здесь еще кожа, да? Кстати, у нас примерно похожий стол. Я примерно такой же брал стол себе на кухне. Цена? Интересно. Данный комплект, кровать и две тумбочки стоят 2 тысячи долларов. Кстати, мне понравились эти шкафы. Здесь открываешь и кажется, как будто бы не обработанное дерево, да, внутри. А оно прям такое шлифованное, прям все. Внимание, что цены называются изначальные. То есть, в любом случае, с китайцами еще можно и нужно торговаться. Да, торговаться. Да, поэтому это не окончательная цена. А, допустим, ты лучше стоишь и с ней можешь торговаться, да? А, если клиент, как бы, строит эту мебель, да, настройку купит эту мебель, тогда мы, конечно, разговариваем с этим. Все, я понял. Мы отходим с тобой, да, то есть, нам показываешь все и мебельная тура примерно так же проходит. Сколько стоит и как она у вас проходит? Мебельная тура от нашей компании стоит 580 долларов за двоих человек. В стоимость тура входит проживание в гостинице 4 звезды, автомобиль с водителем на все время предопровождения тура и переводчик, Менеджер, который сопровождает. Мы встречаем клиента в аэропорту, расселяем в гостинице и дальше начинается работа. До приезда клиента в Китай мы прорабатываем тщательно маршрут, подбираем мебель, которую ему хочется, которую хотелось бы посмотреть, чтобы максимально сократить период времени, потому что купить нужно очень много. В основном это бывает и сантехника, и освещение, различная отделка, то есть, в принципе, все. Выгоднее комплексом заказывать, да? Да, все, что необходимо для обустройства дома. Дома, коммерческих помещений. Здесь, в принципе, все есть. Здесь у нас африканская мебель из африканского дерева, она называется Зингана или Зебрана. Как? Зингана или Зебрана, по-разному его называют. Это дорогая мебель? Нет, я не сказала, потому что она очень дорогая, но цвет... Эксклюзивный, да, цвет? Цвет, да, эксклюзивный. Но цвет в этой мебели не меняется. То есть, он как есть цвет, на том, на воде. Лаком покрыли и все, что ли? Да. Интересно. Здесь у нас мебель не в классическом стиле. Сразу же напротив мебель в классике. Сколько будет стоить этот комплект? 3 дивана, рунали стоят. Ну, в принципе, достаточно. А вот сейчас мы идем по торговому центру. Здесь именно только известные вот эти бренды, да? Нет, здесь и китайские производители, и производители, которые делают мебель итальянских дизайнеров. Вот, например, вот эта мебель. Здесь материалы используются ноутбук. Китайцы используют всегда итальянский только ноутбук. Угу. Китайский ноутбук, он немножечко резиновый. Итальянский, он более мягкий, более приятный на ощупь. Кровать итальянского дизайнера Fendi. Три дивана стоят 10 тысяч долларов. Все софа, две трубочки, кровать, комод, прикроватная банкиша, пуфик и туалетный стол. Шикарно, шикарно смотрится. Здесь можно также выбрать ковы, это не единственный отдел, не единственный павильон. Здесь, я так понимаю, это... Икея почти. Икея, да, почти? Почти. А цену? Вы такую мебель возите, нет? Нет. Ну, эта мебель в основном делается из фанеры со шпоном, поэтому такую мебель возить невыгодно. Дешевая мебель везде стоит дешево. Вот, кстати... Только ее еще нужно не забывать, что ее нужно доставить из Китая в Россию. То есть невыгодно, да, такую мебель везти, да? Да. А, вот так вот, ребята. Кстати, многие спрашивают, сколько будет стоить одну кровать отправить? Сколько будет стоить один стул отправить, или стол, или комплект? Этот, в общем, вариант не выгоден. Ну, короче, в Китай едут за качеством, да, за качественной мебелью. Из массива, именно из тех эксклюзивных материалов, да, которые нету в России, правильно, да? Да, все верно. Ну, допустим, какие-то материалы есть в России, но они стоят гораздо дороже, чем в Китае, потому что в любом случае все это везется опять же из Китая. А вот, смотри, если, допустим, маленький заказ, да, допустим, вот спальная группа, да? Ну, блин, это большая, наверное, да? Если, допустим, вот кухонная группа, она же, в принципе, ну, небольшой же заказ, да, идет, как бы? Да. И вы, как вы его оформляете? Это не оптовый заказ. Мы выкупаем эту мебель, собственно, привозим к нам на склад и отправляем в сборную контейнер сборную грузовую. Сборную. То есть можно осуществлять, в принципе, маленькие заказы. Да. Отлично. Диван шикарный. Сколько стоит? Все, чик, цена. Так, это что, это обеденная группа? Да, это обеденная группа. Мы посчитали стол, стол из куска дерева, цельного, на металлических ножках, стоит 1000 долларов. Я смотрю, тут спортивное оборудование идет, массажное кресло. У вас поступают такие заказы, нет? Да, на самом деле 9 из 10 клиентов все покупают массажное кресло, в том числе беговые дорожки. Здесь, кстати, оборудование, да, вот для кафе, да? Да, здесь, в принципе... Зайдем? Снимать можно, спроси? Да можно, тут можно. Можно? Окей. Мне вот этот стол понравился. Очень сейчас он только современ в таком оформлении. Я видел такие уже столы, здесь, кажется, металл, да? Да. И верху дерева, ну... Да, это дерево. Есть еще, что делают из керамической плиткой, покрывают столы. Вот эти вот штуки понравились. Да, этажерки. Датчик давления или что там, мегапаскаль. Прикольно. Дальше идем. Ты меня, кстати, спрашивала про декор, который, вот, на стенах картины, свет, да, различные. Есть отдельные рынки по освещению, очень большие. Есть также отдельные рынки по декору, не только в лофтовом стиле. То есть там, в принципе, весь стиль можно приобрести все что угодно. А вот на такую продукцию есть, да, тоже, да, заказчики? Да, конечно. В основном заказывают те, кто обставляет собственные дома. Нужно поставить в сад куда-нибудь и стол, например, ставить в разные кантаны. Ага. Как тебе деревянные пейки с каменью и грибочками? Ага. Показывай. Вот этот стол, длина у него 2 метра 60 сантиметров на метр 100. А вообще, вот когда лучше приезжать за мебелью? В какой сезон? Приезжать за мебелью можно круглый год, кроме китайского Нового года. Давай, Катя, какой тебе нравится, спросим, сколько стоит? Я могу сказать сразу, в принципе, какой у нас чаще всего покупают. Ага, давай. Вот этот камень стоит 270 долларов. 37 долларов. Вот, например, тоже очень интересная, просто шикарная вещь, на самом деле. Потому что это полностью натуральное дерево. Это чайные китайские столики. Неужели заказывают в России? Редко, но метко. Есть, да, закажу? Бывает. Мне, кстати, вот это прям интересно. Смотрю, ты прям рассказываешь, и мне прям интересно. Заказывают. Это очень посмотрительные. Красивые вещи. Это, да, это очень такая интересная работа. Потому что, допустим, если посмотреть на скакуэтки, это все делается вручную. Это мне машинка вырезается. Мы в Ашане, и как в ней побывает именно в самом, в крутом месте, здесь этот нашумевший Лувр. На самом деле, Лувр считается самым элитным центром. Здесь выставлены элитные бренды. Очень красивая, качественная мебель. Здесь самое лучшее качество. Ага. Я не скажу, что в Лувре космически дорого, как все говорят. Здесь есть шоурумы, в которых достаточно приемлемые цены. Ну, конечно, есть где немножко позавершено. Да, но я смотрю, прям такая подача, все люди так прям встречающие, такие хорошо одеты, причесочки. Да. И здесь снимать нельзя, я так понимаю, да? Здесь в магазинах снимать нельзя, в принципе, в центре здесь. Ну, в поле можно поснимать. Окей. Вау. Да, для частных домов. Кстати, тоже мебель из натурального ротанга. Я знаю, что такое ротанг. Это вот эта вот штука. Вот это. Ну, все, мы приехали на склад. Здесь происходит, смотрите, погрузка в контейнер. Это какой, скольки? Это 40-футовый. Много-много всяких различных заказов, я так понимаю, да? Формируется здесь все у вас, да? Это что? Это массажное кресло. Здесь у нас хранится мебель, у нас два зала. А здесь мебель хранится, соответственно, сразу перед отправкой мы сюда ее перемещаем. Упакованы все, хрупкие товары упакованы обязательно в обрешетку. У вас такой большой склад, это вот тоже все ваше? Да, это все ваше. А сколько лет у вас у компании? Я лично занимаюсь мебелью уже 6 лет, компании недавно исполнилось 9 лет. Все, Алена, спасибо тебе, что нас поводилось сегодня. Пожалуйста, обращайтесь. Все, пока. Пока, пока. Ну все, нагулялись. Тебе понравилось? Мне вообще понравилась сегодняшняя прогулка, так много нового узнала. Да, много, в общем, получили ответов на вопросы, потому что после отснятого материала про мебель, очень много было вопросов, сколько, почему и так далее. Я думаю, что, в принципе, ребята ответили. Если что-то непонятно, то ссылки оставлю на них в описании. У них есть свой сайт, есть свой YouTube-канал, все оставлю внизу. Читайте, информируйтесь. А, еще. И самое интересное, они нам предоставили скидку, потому что будут обращения, пожалуйста, обращайтесь без проблем. Для наших подписчиков они сделали скидку 50% на их услуги. То есть 50% стоимость мебельного тура. Ребят, вообще классно. Я думала, оно будет здорово. По слову Лаавай вы можете к ним обратиться, и они вам предоставят 50% скидку. Поэтому понятно. А что еще? Все. Я думаю, вам будет это видео полезно, вам понравится. Ставьте лайки, мы старались. Всем пока. Пока-пока.